Я опять без очков! Боже, как солнце светит! А я с очками! Тебе хорошо? Но крема еще никто не подарил! Он все страдает по пене для бритья! Всем привет! Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на канале Тина Токсинов! Погуляйте сегодня вместе с нами по Куржской косе с новой паромной переправой! Не со старой, а с новой! Сегодня прогулка будет просто прогулка, ни о чем! Тут реконструкция, машину не поставить! Поставили за километр машину! Мы уже на территории паромной переправы! Покупаете билетик, прикладываете и вот здесь проходите! Там в машине сидела женщина-охранница! Что-то мы не могли пройти, так она нам помогла! Плохо сканируются билеты! Билет стоит 1 евро! Если вдруг решите идти на рыбалку, то здесь тоже можно купить всякие штучки для рыбаков! Наживка, крючочки! Все у них тут есть! Карп с чесноком! Рыба такая избирательная, что будет клевать только на карпа с чесноком, да? Вот он наш паром, он нас ждет! И будем переправляться на ту сторону, на Куршескую косу! Пойдем погуляем сегодня с этой паромной переправой! Обычно мы всегда ходим со старой паромной переправы! Но сейчас во время карантина старая паромная переправа закрыта уже 4 месяца! Попробуем здесь! Не поможет? Нет! Два круга! Как там говорят? Утопающих что-то! Утопающих дело рук самих утопающих! Круг не поможет? Нет, не поможет! Сейчас идет реконструкция новой паромной переправы! Вот здесь подземные работы! Хотят сделать что-то все по-новому! Кассы уже перенесли поближе! Раньше они были вот там, а сейчас где-то здесь! И вообще построят новое здание! Кассы будут не отдельно стоящие, как сейчас женщины мерзнут! А будет все в помещении! Есть два подъезда! Может швартоваться два парома, но что-то хотят сделать! Может, чтобы три было! Чтобы два уходило и два приходило! Не знаю! Но будут делать какой-то грандиозный ремонт, грандиозную реконструкцию! А это стоит паром ДФДС, который ходит в Швецию, в Германию, куда он там еще ходит! Напишите, кто знает, кто плавал на этих кораблях! Мы еще не плавали! Мы сейчас только будем переправляться на ту сторону Куршской косы! Обычно мы здесь едем на машине! Машет нам! Машет уже нам! А сегодня мы поедем без машины! Вы знаете, с порта сейчас немного дует ветер и несет такое, как будто мука! Вот, видите, я не просто так говорю! Стоит корабль и у него... Сейчас я приближу чуть-чуть! Белое облако! Вот это вот пыль какая-то, как мука! Все-все в глаза! Машины еще пока не пускают, только людей! Пойдем займем какое-нибудь козырное место! Помнишь, рассказывали про песок из Сахары? Да! Вот грузят! Я видела! Я уже показала его! Грузят судно, ничего не видно вообще! Полные глаза песка или муки! А говорят, песок из Сахары идет! Видно, когда грузят судно из Африки, сразу прилетает песок из Африки! Западный ветер, нам говорят, песок из Сахары несет! Не выходите на улицу, нечем дышать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова куда пойдем налево или направо по лесу или по дорожке пошли по лесу а ты как хочешь а я думала на море я клуб идем виктор хочет в яхт-клуб поэтому мы развернулись и пойдем вдоль куржского залива до яхт-клуба эту дорогу я хорошо знаю почему я сюда на коричку ходил обычно мужчины когда идет корешка здесь весь берег усыпан рыбаками корабль видите стоит синий и из него такое облако идет пыли белорусских удобрений но лукашенко им выдаст только удобрений по ветру пустили вот здесь я корешку ловил прямо кидаешь удочку и тащишь 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 ночью бывает здесь корешка бывает когда идет а видишь на пароме восьмерка с рулевым нарисована да ребята сейчас начнут гребсти на тот берег капаны копают не только когда забывают что-то рыбаки они и просто копают своими носами ищут труфеля я думала здесь хорошая дорога асфальт а здесь во какое все особенно ночью с рыбой когда возвращаешься еле идешь темноте а если идут дожди здесь наверное каша за нами такой обрыв красивый думал оля обрыв снимает нет поэтому обрывом мне кажется знаешь кто кабаны бегают вниз сюда и копают я в детстве сюда ходил на рыбалку ночью мы ловили леща еще набережной не было а что было просто был такой вот тут обрыв и сразу да и не глубоко сначала не глубоко и потом глубина туда надо попасть сразу лечь клюет с утра сразу прям в руках только грузило опускается тух 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 и тащишь его а потом бегаешь по колено с очком за этим лещом экскаватор копал рыбаки хлебушка кусочек бросили кабаны прошлись это хорошие были кабаны маленький так не выкопают а вдруг мы их сегодня еще встретим нам написали комментарий что был проект из клайпеда сделать город-курорт но разве можно сделать город-курорт если у вас вся набережная курского залива полностью стоит в кораблях и корабли какие ржавые там вот корабль мы вам показывали там там вот он синий этот корабль с него облака пыли какой-то то ли муки то ли каких-то удобрений непонятно чего и какой из этого может быть город-курорт какой он интересный у него нос посмотри как поднят а зад весь почти в воде такое чувство что эти корабли не красили с моего рождения нет ни своего рождения а с его рождения его не красили хотя рубка покрашена когда мы были в ницце в самом городе нет никакого порта только могут пришвартоваться небольшие круизные корабли даже круизные корабли которые побольше они стояли в море и к ним подплывали другие маленькие кораблики типа паромов такие и переправляли пассажиров на берег а самые крутые на вертолете вылетали да вот такого вида в ницце в монако ну где мы были вот мы говорим про это что мы видели такого не увидишь поэтому сделать город-курорт из клайпеды миссия это невыполнимо вдоль куржского залива тянется клайпеда и все это причалы 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 это вот впереди балтийский завод из этого корабля происходит сейчас выгрузка ковш пустой сейчас опустится в трюмы корабля захватит и будет выгружать вот такое здание с окнами вот туда он выгружает это же идет пыль и потом люди которые живут в этой части города всегда жалуются что очень много пыли на подоконниках мы сейчас когда сканировали свои билетики на паромной переправе там полностью было покрыто слоем пыли я еще думаю неужели девчонки не могут вытереть это пыль так тут невозможно ее вытереть потому что она постоянно новая накапливается на рыбалке так а это сигнал котики нет это уже клюнул тебе котик лезь лезь пошел дошли мы до яхт клуба от новой паромной переправы если идти не останавливаться то минут 15 но мы конечно поснимать поглазеть за минут 20 25 дошли летом здесь полно полно яхт сейчас зимой все это вытащили яхты все стоят вот там на пригорке повыше интересно кармараны улетают в теплые страны или они здесь жили при минус 20 так красиво крыльями машин засушена и крылышки потому что они ныряют под воду а там посмотри номера для их сменов одеял и подушки лежат скорее всего можно арендовать такие комнатки и ночевать яхты укутаны у кого как у кого просто пленкой а это яхта стоит как будто в гараже у нее прям построен деревянный каркас и обтянут а это яхта почему-то закрыта только в сзади вся сама не закрыта только у некоторых закрыт зад там знаешь что там деревянный настоящий пол интересно когда начинается сезон у яхтсменов льда уже нет вообще и наверное скоро уже начнут спускать яхты на воду и начнут свой сезон пойдем посмотрим как выглядит номера в этой гостинице 4 кровати здесь просто 4 кровати это видно как хостел поезде а здесь у них зал типа столовой стулья а вот другой номер двухспальная кровать и там туалет с душем и здесь есть два зеленый и красный как они как маяки как и положено заход в порт и два маяка дошли еще до одних домиков представляете сейчас как закрыта старая паромная переправа люди должны на новый переправляться но скорее всего они все на машинах переправляются у них есть пропуска а так пешком ходить далековато людям поставили туалеты для рыбаков но я хотела вам не туалет показать я хотела вам показать вот этот красивый домик как будто сказочный мы всегда если ходим гулять то как бы со старой паромной переправы вот досюда дальше никогда не ходили и вот сейчас мы прошли тот путь где нет асфальта я была там первый раз там место для рыбаков не для прогулок но когда клюет корешка или какая-то другая рыба здесь тоже полно полно рыбаков вечером как красиво они все сидят у них все у всех есть свет на лбу такие фонарики приезжают с аккумуляторами тут у мужчин своя тусовка я тут не ловлю тут зацепов много это курхаус раньше один знакомый мне рассказывал тут жизнь кипела на выходные все переправлялись на косу и тут гуляли танцы здесь зажигали все какой примерно год это был 1900 какой-то наверно до войны так выглядит старая паромная переправа сегодня воскресенье тринадцать ноль ноль посмотрите людей вообще никого нет а погода хорошая да если бы была открыта эта паромная переправа здесь было бы много отдыхающих потому что люди любят отдыхать переправляться на курскую косу и гулять здесь на велосипедах с колясками мамочки но так как карантин четыре месяца уже паромная переправа это закрыто работает только та паромная переправа где ходят машины переправляют где машины виктор решил устроить кафе на старой паромной переправе а если не откроет 15 марта будем сидеть до 31 марта какое солнце так знаете что я хочу вам сказать не могу смотреть на солнце хотели даже писали в газетах говорили по новостям что хотят закрыть вообще моря для клейпичан сейчас во время пандемии представляете чтобы люди не ездили на море типа на море собирается очень много людей и что нельзя гулять дышать свежим воздухом но хорошо наш мэр витал тос грубляускас если вы меня смотрите вам большое большое спасибо молодец сказала что море для клейпичан не закроют хотя бы можно будет приезжать на машинах в мельнираге и в геруляй но если бы была открыта это паромная переправа старая представляете как бы разгрузился мельнираге и геруляй половина людей ездили бы сюда здесь даже без машины люди вывод кто рядом живет приезжали переправлялись и гуляли разгрузили бы ту часть моря а из-за того что там большое скопление они хотят закрыть ту часть моря я предлагаю нашему мэру если кто-то знает лично мэра скажите чтобы он открыл старую паромную переправу дайте людям дышать в эту сторону морской музей аквариум и дельфинарий там где едут эти люди на велосипеде за ними на той стороне грузят металл это горы металлолома очень много от него шума с этой остановки когда не было карантина отправлялись автобусы в ниду и в калининград кабаны 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 я иду виктору говорю а если вдруг на самом деле выбегут кабаны что делать кричать звать на помощь бесполезно только если кричать и их отпугивать воду прыгать надо лучше может кабана воду бросить это мишени тут лучники стреляют летом у них лагерь они тут спят встают и начинает выстреливать из луков если будете летом по той стороне не ходить а вдруг промахнется и стрелой попадет а лучником мешает ветер он же может нести стрелу в другую сторону мешает но они попадают в яблочко обычно оля идет боится кабанов смотрит по сторонам а вдруг вылезут а этот все перерыли все жуть здесь еще вдоль дороги снег лежит тут в лесу не растаяло они тут не могут еще пропахать а в лесу все пропахано на полметра вы представляете мы идем вдвоем вообще никого страшно ну так жутковато если так честно за жутковато проехала две пары два по два они поехали на велосипедах в морской музей покататься а здесь никого абсолютно приезжайте гуляйте единственное что надо идти далеко с новой паромной переправы но очень классно дороги идут и идут паломничество здесь я надеюсь к лету это все растает растает и снимут все ограничения и можно будет ездить на море и загорать здесь очень красивая дорожка не выключаю телефон а запах какой пахнет своей знаете почему не выключаю телефон я жду кабанов потому что если они прибегут надо успеть снять для вас но здесь они не рыли как-то они больше ближе вот туда к заливу и крыть не хотят и дачок мерзнет я все ищу след кабана вот от копыта это и там идет рядом копает она снег не ступает если в прошлом видео если вы смотрели мне было жарко я была одета не в зимней куртке совсем сегодня я опять достала зимнюю куртку потому что ночью было ну наверно 0 около нуля что-то было и кстати если вы не смотрели предыдущее видео посмотрите какая там бурная реакция на это видео сколько пишут комментарий сколько меня ругают что я такая хорошая не хорошая не хорошая напишите вы свое мнение под тем видео виктор все ищет следы эта косуля шла в одну сторону а это обратно зимой чем занимаются лесники чистят лес срезают старые деревья видите на них ставят такие красные точки и срезают деревья или больные или вот как это без коры совсем видно больное дерево это дятел все выскупал вообще у нас очень очень чистый лес на косе очень по нему очень приятно ходить называется мы вышли в город посмотреть на людей но людей совсем нет никого от слова вообще никого а может и хорошо так хорошо вдвоем ну и вдвоем хорошо но хочется посмотреть на людей за четыре месяца мы уже одичали людей нет вообще нигде а где все люди сидят по домам дома сидят можно встретить только в продуктовых магазинах и все и и и и Субтитры делал DimaTorzok Раньше мы ходили в баню, в эту, но надо начинать сезон с лета, с августа. И когда ты ходишь с августа, сентябрь, октябрь, то потом тебе уже не страшно и в ноябре, и в декабре. Надо, наверное, начать в этом году, в августе, если будет возможность ходить в эту баню и потом прыгать в море. Субтитры делал DimaTorzok 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 А сейчас решили поговорить. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 а помните мы снимали видео вот отсюда из этого здания 34 этажа там прекрасный вид на залив и на всю гавань сегодняшнее видео вышла такая прогулка и немножко мы вам говорили про то что было бы если бы клайпе дабыла курортным городом для этого надо убрать порт и тогда бы может клайпе дабыла курортным городом но это невозможно порно хочет как у монако怎麼辦 иллла обманка красота кто бы не хотел в монако да было клайпе да это литовская монако точно я так и назову видео литовская монако но эта миссия невыполнима и порт отсюда никуда не денется. Порт кормит всю Литву. Всем спасибо. Пишите комментарии. До скорых встреч. Пока-пока. Ты не сказала, сколько мы километров прошли. Самое главное забыла. Я видел моих друзей. Они с такими хорошими, настоящими рюкзаками. Вибрамы, у них палки. Видимо, ходили или дает кранте и обратно. Мы прошли 11 километров. Гуляйте в разном направлении. Дистанция 2 метра. 22 метра. Друг от друга. Пожалуйста, отойдите от меня. Дистанция.